Социальной сети Facebook 15 лет. По человеческим меркам возраст подростковый. Но в сфере цифровых технологий Facebook можно считать заслуженным ветераном. Даты основания сети считаются 4 февраля 2004 года. Тогда никто и представить не мог, что через несколько лет число пользователей Facebook перевалит за 2 миллиарда, а основатель компании Марк Цукерберг войдет в число богатейших людей планеты. Однако росту популярности Facebook сопутствовало множество скандалов. Постоянные утечки данных пользователей, передача персонального контента третьим сторонам. А весной 2018 компания оказалась вовлечена в громкий политический скандал. Цукерберга даже вызвали на слушание в американский конгресс, в ходе которых он был вынужден публично принести извинения и пообещал пересмотреть политику конфиденциальности. Дело в том, что во время предвыборной гонки компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным 50 миллионов пользователей Facebook с целью анализа политических предпочтений американских избирателей. Однако эксперты считают, что пошатнуть позиции интернет-гиганта не так-то просто. Да, бизнес-модель Facebook строится на сотрудничестве с рекламодателями, которым нужно собирать информацию о потребителях. Но за это они платят деньги, что позволяет делать по-настоящему классные и удобные приложения. Все это вызывает привыкание у людей. Однако есть и те, кто с этим не согласен. В частности, на фоне известия о грядущей интеграции платформ Facebook Messenger, приложения WhatsApp и Instagram, некоторые наблюдатели заговорили о том, что возглавляемая Цукербергом компания уже в ближайшем будущем может стать одним из самых могущественных монополистов в сфере персональных данных.